За какое время до свадьбы ведущий отправляет сценарий? Заключили договор в феврале. До свадьбы два месяца, когда ему стоит писать самой, если он сам не напишет первой нам, значит, Лиза. Значит, по поводу сценария. Чаще всего финальное обсуждение сценария где-то за месяц до мероприятия происходит с ведущим. Иногда дельки за три до мероприятия. Редко, когда это происходит раньше. Но это финальное обсуждение, потому что он же изначально вам рассказал, какие-то интерактивы будут, да, он рассказал вам какую-то программу. Но финальное обсуждение, конечно, происходит ближе к мероприятию. До того момента, когда пока у вас не будет финальной встречи, чаще всего ведущие ждут какие-то от вас что-то, да, какую-то информацию. Какие-то анкеты, возможно, какие-то там рассказы про гостей, возможно, да, что-то, какую-то информацию про гостей для того, чтобы этот сценарий для вас составить. Чаще всего это происходит так. Есть ведущие, которые вообще ближе к мероприятию все это делают, потому что они находятся в потоке, у них много мероприятий, они ближе к мероприятию делают, потому что у них есть, например, помощники. Потому что, например, я знаю много ведущих, у которых работают сценаристы, то есть он не сам пишет этот сценарий, у него работает сценарист, который получает эту всю информацию, потом он это все собирает, единое целое, и у него просто за два месяца до мероприятия нет этого сценария еще, потому что он собирает еще эту всю информацию, а потом все это дело, соединив единое целое, начинает писать сценарий. Есть ведущие, у которых есть помощники различные, помощницы, которые тоже это все собирают, есть ведущие, у которых есть всякие продакт-непродакт-менеджеры, всякие видеомейкеры и прочее. То есть у них работает команда. То есть это не один человек, а у него реальная команда. Один делает видео специально под каждое мероприятие определенное. Один пишет сценарий, один там еще что-то придумывает. Поэтому все зависит от того, кто ваш ведущий. Возможно, он просто действительно еще пока не готов ваш сценарий. Он в момент сейчас пока пишет. То есть где-то за месяц уже стоит попросить у него и обсудить. Субтитры создавал DimaTorzok